Вы оценили, поскольку это материал, в котором присутствует песок, который не реагирует на перепады влажности, на перепады температуры. Материал очень стабильный. То есть вы его укладываете, во-первых, вы можете уложить его без пороговой системы, что при укладке натуральными покрытиями я бы вам советовала. Вы можете уложить его на терпение, чтобы не заморачиваться. И вообще укладка у меня не настолько легкая, что в принципе у меня многие клиенты сами согласно ее укладывать. Ну ничего, я справлюсь. Ну если мужчина может крутить шелк в стенку, то уложить эту штуку он сможет. Вот. Так, это про кладки. А стоимость укладки у нас сколько же он приносит? Стоимость укладки равняется стоимостью укладки номината. Ну потому что здесь замочки. Но поскольку вот то, что еще раз хочу раскрыть ваше внимание, в связи с тем, что материал тонкий, видите сами, вот эта вот толщина 4,5 мм. Естественно, длинный большой замок, допустим, как на вот этой доске, сделать нереально. Он просто не сделается. Поэтому замок мелкий. И опять-таки это приводит к высоким требованиям к основанному дну. Потому что застегнув вот такой замок и попав на неровность. Вот у меня пришла клиентка и говорит, у вас плохое покрытие, потому что у меня все время расстегивается. Я говорю, это наступает, а вот тут вот расстегивается. Я говорю, а оно расстегивается как? Почему? Ну вот я, говорит, наступает, но проваливается и расстегивается. Ну, это неровность основания. Это вопрос у нас немножко. Да, даже все картички рекомендуют, когда делаете молпуль-стяжку, вынимательные руки из стяжки пола. По-моему, большинство людей, мастеров, они не вынимают руки. А поскольку цементное основание имеет большую усадку в процессе этих камер, там появляются такие борозды, такие горы, там, где вот у нас остался маяк, там эта гора несколько миллиметров. То есть она может быть равна толщине вот этого кварцемила. Между маяками получается долина глубиной 4 миллиметра. Это происходит с тем, что цементно-песчаный раствор, он имеет воду. Вода испаряется, раствор дает усадку. Здесь маяк, здесь происходит вот такая вот шестучка-волна. Если вы здесь попытаетесь уложить, то, естественно, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому вот то, что делают наши ребята, они вытаскивают маяки в незасохшем состоянии, буквально, наверное, на следующий день. Пока еще полностью раствор не схватился, они вытаскивают маяки. Образуются такие рваные борозды, естественно. Эти борозды отдельно раствором зашпатливаются, и получается такая ровная пахляция. Расслуждая. Расслуждая.